МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все свои схватки и стал чемпионом. Андрей Волков, наш супертяжеловес, стал бронзовым призером. Андрей, гость нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот поздравлять или все-таки огорчаться? Бронза – это достижение или же все-таки, ну, скажем так, этап на пути к золоту? Ну, мне кажется, в принципе, любая медаль – это достижение, но просто не надо сильно обольщаться, то есть надо идти делать. Я так скажу, то есть это намного лучше, чем предыдущие мои 2-3 старта, то есть вот так вот, для меня, по крайней мере. Ну, все-таки поздравляю. Действительно, в международном рейтинге вот этот турнир, насколько я понимаю, имел колоссальное значение, и участвовали действительно все сильнейшие дзюдоисты планеты. Да, очень, кстати, представительный был турнир. То есть даже в моей весовой категории, то есть я боролся пять встреч, то есть мы представители, то есть если даже Тедди Ренера, который считается основным, самым великим, наверное, сейчас и сейчас, вообще на данный момент, мне кажется, может быть, вообще в истории дзюдо, не применил шансов воспользоваться поучаствованием в турнире. Так что для меня было, наоборот, еще лучше, что я стою с ним, в принципе, на одном предистале. Ваша единственная проигранная схватка – это ему? Нет, я чуть-чуть не дошел, там проиграл голландцу, немного смазанное, конечно, получилось, то есть там проиграл по замечаниям, даже очень хотел с ним побороться, как раз если бы я выиграл этого голландца, выходил в следующую схватку, в захватку финала с Тедди. Ну, что делать, я думаю, что я уже раз с ним боролся, то есть еще в дальнейшем, я думаю, что у нас еще будет возможность с ним побороться, примерно с силами. Ну, немножко получилось почитать перед нашим интервью спортивную прессу, пишет, что проиграв действительно вот по замечаниям голландскому борцу, вы разозлились и в схватке за третье место своих оппонентов просто порвали. Ну, я бы так не сказал, для меня, допустим, в этом самочувствие было все равно, то есть, в принципе, я боролся с представителем Азербайджана, который выиграл до этого у нашего на данный момент первого номера сборной, Елена Саидова, причем выиграл чисто, то есть для меня была схватка очень принципиальная, то есть, ну, она сложилась, я выиграл, как бы, удержанием, то есть типоном, просто, ну, на самом деле, чисто в эмоциональном плане, физическом, то есть она была не самая легкая схватка на этом турнире. Андрей, и вы, и Михаил Пуляев, и Иван Нифонтов, и Вали Куржев, вот это наша такая, ну, по сути, золотая, действительно, четверка рязанских дзюдоистов, вы все являетесь кандидатами в олимпийскую сборную, до олимпийских стартов осталось уже менее года, и этот турнир, наверное, тоже проходил сквозь призму Олимпиады. Да, она сейчас почти большая, то есть уже последние два года уже на такой, действительно, и, ну, очень большой накал, и сама подготовка к Олимпиаде, то есть у нас, вы как сказали, четыре человека, у кого-то больше шансов, у кого-то меньше, но в спорте существует такая вещь, когда, то есть даже было не вторые, не третьи номера, ездили четвертые, то есть все стараются, все пашут, то есть просто у кого-то где-то что-то получается, где-то не получается, там разные периоды, там где-то травмы некоторых подводят, где-то все что-то, то есть я тоже не без исключения, то есть у меня в последний год было две травмы, но ничего, по крайней мере, вот сейчас борюсь еще. Так что... Вот после Олимпиады 2012 года, когда сборная России под дзюдо добилась колоссальных, я считаю, успехов, имя нашего тренера, точнее, имя итальянца в России, Энце Гамбо, ну, наверное, знали практически все люди, интересующиеся спортом. Гамбо продолжает тренировать нашу сборную, более того, отвечает не только за мужскую, но и вообще за все направление дзюдо в России. Вот у вас контакт с ним, как происходит, поддерживает, что говорит вообще? Да, он вообще просто, действительно, он выявил даже в плане не только нашей сборной, то есть вообще в плане человеческого, то есть в наш вид спорта дзюдо на новый уровень, потому что я уже давно, то есть я уже по иньорам, по-моему, в 2004 году в сборной нахожусь, то есть до этого существовало масса проблем, то есть и с приходом ЭЦУ у нас намного улучшилась, по крайней мере, эмоциональная обстановка сборной. То есть мы стали, когда... Тут, в принципе, все просто, то есть он расписал чуть ли не каждому человеку, что он должен делать каждый день. То есть у нас разные планы, то есть разные турниры, то есть у нас сборная приезжает на сбор, бывает по четыре, по пять групп, то есть кто каким турниром готовится, разные тренировки, разные эти там, разные там, и все. И когда ты просто занимаешься одним делом, у тебя нет вообще никаких других моментов, чтобы заниматься чем-то другим, там, какие-то споры, конфликты вообще. То есть мы все, у нас самая национальная сборная, мне кажется, вообще в России, потому что у нас есть все национальности, которые только, ну, можно представить. То есть и все там разные религии, разные все переплетения. Но мы когда занимаемся одним делом, когда мы пажем, когда мы друг с другом, То есть, проливаем пот и кровь на одном татаме, ковре. Это все уходит на второй план. То есть, мы действительно стали как одной целой одной семьей, одной командой. И это его основная заслуга, потому что он нам принес именно в нашу русский менталитет вот такое европейское дружелюбство. И после этого, когда ты веришь в человеку, когда ты веришь своему тренеру, то есть, ты готов, можно сказать, иногда и горы свернуть, и пойдешь до последнего. Ну, сейчас немножко хотелось бы про Рязань поговорить. Все-таки, действительно, золотая четверка, я вам так вот выразился. Из этой четверки Нифонтов и Куржев уже давно в Рязани, хотя не рязанцы по рождению, а вы и Пуляев, ну, плоти от плоти, земля рязанская. Как все-таки вот это получилось? За счет чего, что сразу четверо рязанцев претендуют на попадание в олимпийскую сборную и показывают высочайшие результаты на самых серьезнейших международных турнирах? Ну, это прежде всего работа, то есть, как бы там ни было, то есть, я даже скажу, то есть, у нас, то есть, я хоть и начинал сам, то есть, у нас был тренер по дзюдо, у нас даже с Мишкой один тренер, то есть, Андрей Николаевич Попов. То есть, у меня был первый тренер, это Быстров Олег Анатольевич, то есть, очень большое вам спасибо, то есть, за то, что он мне дал возможность, то есть, поучаствовать, то есть, там просто был момент моего перехода, и сам вот дзюдо, то есть, он сыграл активную роль, чтобы помог мне, то есть, попробовать, то есть, свои силы, но все-таки хотелось, потому что Олимпиада для любого человека, она больше, чем что бы то ни было. По поводу, допустим, именно так сложилось, это действительно очень большая работа, потому что даже если брать, допустим, Ваньку Нейфонтова там или Вали Кужеву, Вали Кужеву больше 10 лет же, от Вани, когда при всем при этом, он все мероприятия ни один не пропускает, то есть, одно дело бывает, когда ты можешь бороться за другой регион, да, и сам там не находиться, то есть, там, таких примеров очень часто, но и много бывает, то есть, Ванька, то есть, какое-то время он просто действительно здесь приезжал, там месяцами жив, тренировался, потому что все это, прежде всего, на все на это смотрят дети, то есть, и когда смотришь, даже сейчас в Комете, когда в нашем зале, там, у нас практически, то есть, вот специализированная школа, то есть, Комета, она базовая, то есть, для дзюдо в нашем регионе, и когда смотришь, когда там просто, там, набирают детей, там, по 50-50 человек в группе, то есть, это дорогого стоит, и они все пришли, то есть, они понимают, что у них есть возможность вырасти, а может быть, даже превзойти результаты, там, Ванькинифу, Михаилу Пуляеву, меня, Вали Кужева, то есть, ну, действительно, очень это хорошо, то есть, и просто для Рязани, я думаю, что у нас такая столица единоборств хорошая, и надеюсь, в дальнейшем, в будущем, то есть, сейчас вот очень много разговоров по поводу строительства центра единоборств, просто, понятно, дело, что ситуация в стране так тяжелая, ну, дай бог, то есть, совместными усилиями, то есть, все это построим, потому что нам действительно очень нужно, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, и... И такими патриотичными, как вы, спасибо, Андрей, действительно, большое спасибо за это интервью, за те хорошие слова, которые сказаны, Андрей Волков, наш супертяж, наша надежда, и бронзовый призер прошедшего в Корее престижного международного турнира Гран-при под Сюду. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова